Саныч, доброе утро! Сейчас Саныч вам покажет, это у него утренняя разминка, он устанавливает резцы. Сейчас, подожди, Жека, секунду! Саныч делает утреннюю разминку, устанавливает резцы. Сейчас он поставил отрезной. Сейчас Саныч его попробует... Хватит, Саныч, станок поломаешь нахер! Не тяни сильно. Саныч, пробуй, не надо, душа у всех разная. Пробуй, чуть-чуть прикоснись и проточи. Саныч, как я тебе учил? Прикоснись к боковине, немножко возьми и точи. О, молодец, Саныч! Саныч, тебе здорово получается! Вот так Саныч торсует и выставляет резец заодно. Учитесь, господа! Саныч вас дурному... Сейчас Жека иду! Саныч вас дурному не научит. Вот сейчас Саныч выяснит, у него по центру? Нет, у него стоит не по центру. Саныч, у тебя не по центру, видишь? Ну там миллиметр, там даже меньше. Ладно, Саныч сказал, миллиметр... Сотки там. ...или даже сотня миллиметров потянет. Итак, сегодня все дружно взялись точить шайбы. Вот Иван тоже делает шайбы. Сейчас он засверливает центровочным сверлом. Для начала он засверливает отвердюрочку. Опа, молодец! Все, у нас больше нечем, мы отработаем. Саныч пытается зацентровать. Отверстие железяки. Идет? Саныч, ровно? Нет. Саныч, не стань, главное. Давай, Саныч. Я тебя прошу. Еще немножко и хватит. Отлично, Саныч, хорош. А теперь, Саныч, будет сверлить отверстие... А на сколько сверлить? 20 миллиметров в глубину, давай, Саныч. 20 миллиметров в глубину. Отмечай вот здесь. Учись по этой. Намечай. Сейчас, Жека! Подожди секунду! Саныч, короче, 20... 20-25, неважно, давай. Хорошо, начальника. Я пошел! Саныч, не стесняюсь. На штанге ли 5 миллиметров вбери? Закрути. Подводи туда, Саныч. Покажи всем! Саныч, неправильно. Как тебе покажи? Вот так, вот. Понял, Саныч? Подожди, Саныч. Подожди. Мы покажем всему миру это. Вот, Саныч, что творит. Видите? Видите? Там стесня где-то вбери. Да. Только, Саныч, вот этот резец сейчас отодлинь. А то ты включишь, и он тебе поломается. Он мог бы поломать резец, но Саныч опытный. Он знает, что нужно отвезти сначала, а потом подвезти нежно и начинать резать. Саныч, сточила, ой-ой-ой. Чахотка моя, собственно. Саныч, сними пасочку. Саныч, а может быть мы сделаем, может быть мы сделаем кругленькую эту. Сточи, возьми. Сделай кругленькую. Диаметр. Шайбы кругленькую сделай, не надо шестигранью. Сделай вот так, походи туда-сюда. Как я тебя учил, Саныч. Будь другом, поводи туда-сюда. Саны, сделай круглую, любого размера. Какую хочешь на главу, хочешь три, хочешь четыре. Сделай 45. Ваня, делай 45 метров. Вот сами сделают круглую шайбу. Учитесь, господа. Вот сами все время делают отрезным резцом все. И кто его, блин, этому научил, блин. Блин, я не знаю. Саныч, кто тебя научил отрезным резцом работать все время? Владимир Адамович! О, блин! Бег бы, наказать бы этого Владимира Адамовича. Блин, а кто Владимир Адамович? Слушай, а Владимир Адамович, это я, да? Он был, убежался. На ней я еще не убежал, я здесь. О, Владимир Адамович! Ой, Саныч, давай, делай кругленькую, хорошую такую. И фасочки напильничком сделай, и все. Саныч, сделай кругленькую, хорошую. Ровненькую, кругленькую, кругленькую, кругленькую. Саныч, заделай. Саныч, и фаски напильником снимешь чуть-чуть. Не бойся, Саныч, не бойся, я рядом с тобой, давай. Еще, потому что еще не круглая будет. Саныч, ты в курсе, что в жизни бывает круглая? Опа, кто поломал? Кто, кто? Никто. Тут все станки так работают. Саныч, я полагаю, последний раз проходишь? Саныч, последний раз. Давай. Ну, нормально? А что, нормально будет? Саныч, я тебе говорю, никогда не останавливаюсь. Стружки называется это, никогда не останавливай. Нормально. Друзья, Саныч понял свою ошибку, и он всем говорит. Никогда не останавливайте станок, когда резец прикоснутый. Или прикоснутый. Как правильно? Он был отведен. Он был отведен, Диана и Саныч. Эх, Саныч, он меня всю жизнь учит. Ну, ладно, Саныч, сделай фаски напильником. Покажи всему миру. И отрезаешь, что ли? Хорош, далеко не надо, Саныч. Точила не должен делать лишних движений. Потому что я много раз повторял и буду повторять. Только судовой ленивый, но свой. Он не должен делать много лишних движений. Давай, отрезай, Саныч. Я сейчас и токарь судовой, я только учусь. О, Саныч признался. Но он будет судовым токарем. Кто-кто, а Саныч будет им. Я вам клянусь. Саныч, внутри фаску напильником не снял. Блин, он буду. Ты забыл. Я снял напильником только что делал. Внутри, внутри. Внутри не снял. О, оспоришь, Саныч. Останусь так же, как и все токаря. Оточняй, пожалуйста. О, давай, давай, делай. Правильно, правильно, Саныч. Саныч, как и все судовые токаря, всегда спорит. Это не заводской, который не может со своим мастером поспорить. А стокарь судовой со своим боссом, вторым механиком, может высказать ему свое мнение. И даже такое, которое нормальный человек и не скажет. Жека, чего ты говоришь? До завтра. Скажи всем. До завтра. До завтра, он сказал. До свидания, Жека. До свидания. Иди, дорогой, лечись. О, Саныч, как все. Молодец, Саныч, я тебя уважать стал, блин, многократней. До этого я уважал тебя однократно, а сейчас многократно. Понял? Короче, я тебе сильнее во много раз. Соток на 10. О, медали, учитесь, покажите сюда. Покажи, Саныч, покажи. Да ты, главное, улыбку покажи. Сразу равно вышел. Саныч, ты улыбку покажи. Выключи фонарь, а то людей я светил всех. Меня, о, булево. Меня в первую очередь. Вот так вот, учитесь делать шайбы по-санычевски. Задавай вопрос. Сейчас задавайте вопрос. Вот эта вот хренотень мне нафиг не сдалась. Как это сделать? Друзья, обратите внимание, все обратите на эту хренотень. Сейчас вы должны понять, так же, как понял Ваня, почему эта хренотень получается. Я буду Ване объяснять, а Ваня вам... Смотри, ты посмотри на свой резец. Видишь, угол, угла у тебя тут нету вообще. Надо вот так угол сделать. Ваня, джиг, джиг. Ваня, сделай. Снимай резец, Ваня. Сейчас мы с Ваней пойдем затачивать резец для правильного точения шайбочек. Ваня, снимай. Ну, пока Ваня снимет, я пошел к Санычу. Саныч там что-то сейчас сотворит. Отлично, Саныч. В торшебочке у тебя сколько миллиметров была толщиной? Делай три. Следующее. Саныч приступил к исполнению бригадания. Саныч, покажи еще раз им, как ты будешь выяснять, что ты будешь делать 3 миллиметра. Саныч, это лишнее движение, Саныч. Саныч делает лишнее движение. Саныч делает без лишних движений. Сейчас. Не, хотя спроси, ты чего его, блядь, каждый раз перетачивать резец, что ли? У меня он постоянно вот так чуть-чуть заточенный. Все или купа на шайбу? Все, да? Этот резец, все, любые работы, это когда слишком ровное есть, тогда делаю ровное, понимаешь? А так я всегда затачиваю уголок больше, понял? А уголок какой? Внешний, внутренний, да, получается? А ты выясни, Ваня, вот посмотри внимательно на то. Внешний нужен. Какая сторона у тебя внешняя? Покажи всему миру, Ваня. Вот этот, блин. А никто не видит, покажи. Вот этот. Вот это, поняли, это внешний, да, Ваня прав. Да, этот уголок делай выше, давай. Вперед, Ваня. Саныч, а ты что делаешь? Три миллиметра, правильно? Вот, блин, рисование мы не смогли вычислить, как... Ну, Саныч, вам один раз показал, он человек опытный, он мог и не забыть второй раз. Саныч, ты что сейчас мудришь? Саныч, ты что сейчас мудришь? Саныч, скажи, пожалуйста, Саныч. Отвожу три миллиметра. Зачем? Мебел. Саныч, для чего ты отвел три миллиметра? Ну, чтобы сразу надо загнать, не надо. Не надо, давай по очереди. Второе ты будешь сделать два миллиметра. Саныч, ты сейчас пасточка будешь снимать, да? Правильно. Саныч делает пасочки. Люди, запоминайте. Тут подошел у Ваня показать, похвастаться своей заточкой листа. Нет, спросить-то, так пойдет? Пойдет, давай. Все, пробуй. Саныч, много не надо, а то сточешь всю. И так, Саныч отрезает шайбочку толщиной три миллиметра. Напоминайте процесс. Саныч вам больше не будет показывать. Это он вам показывает последнюю шайбу. Останавливай. Саныч, смотри. Вот у Саныча нету этой забубулины, которая была у Вани. Потому что у Саныча правильно заточенный резец. Это же Саныч. Он знает, как где чего подточить. А вот эта вот правильно, она остается. Все, про Саныч, два миллиметра делаешь еще одну. И все. Понял? У тебя как раз хватает там... Видал ты, как рассчитал классно? У тебя вот на двухмиллиметровую еще хватит на шайбу. Это все под непосредственным руководством Владимира Адамовича. Меня, что ли? Да. Как ты смеешь на меня все смоливать? А? Я ему комплименты говорю. А, это он мне комплимент говорит, друзья. Он комплимент. Ну ладно, Саныч хороший человек. Смотрите, вот последний раз он вам показывает, как он замеряет два миллиметра. Поняли? Друзья, вы поняли, как Саныч два миллиметра откладывает кое-где? Ну все, зачет принят. Саныч точит лучшие шайбы на плоте. Поняли? Саныч с первого раза урубился. И он очень вкусно делает важнейшее изобретение токарного человечества. Шайбу. Это сколько веков токарят думали. И дошли, наконец-то, до шайбы. Все, 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 господа, я заканчиваю. Репортаж окончен. Ну вот, сейчас у Вани тоже шайба будет на отрезание идти. Сейчас он по новым методам отрезает, как я ему показал нечаянно. Посмотрите. Нет, им пока не сую, еще много. Посмотрите, он режет, режет. У него хороший уголок, я вижу. Классный угол. Этот угол видно будет, да? Пожалуй. Металлы расходятся, чтобы одну шайбу сделать. Да, пожалуй. Вот, видали? А? Да я не тебе, Ваня, народу говорю. Он экономный, Ваня. Нет, он даже пожалел тружку, она уходит в металл. Я тоже всю жизнь точу, и меня жалко железо, представляешь? Сколько я железо загубил, сколько я его в море выкинул. Каждый день бедро. Стружки уходят за борт, а то бывало и больше. Вот, теперь, Ваня, засовывай туда больше, не стесняйся, только по центру держи. Когда будешь мало засовывать эту хуйню, она бесполезна, она упадет у тебя. Сейчас, сейчас шайбочка отвалится, и вы посмотрите, как Ваня научился правильно делать. Ваня, меня покажешь шайбу? А, видали, друзья? Супер! Всё, Ваня, заканчиваем. Хорош, шайбы ты научился. Иван научился самую сложную операцию токарной работы токаря-садового. Потому что токаря-садовому очень много шайб приходится точить. Разного диаметра, разной... Понял, Ванька говорит, невыгодно. А если нужно? Тебе что, за шайбу платят, что ли, на пароходе, а, Ваня? Понятно. Поэтому, если тебе скажут, шайбу точить на пароходе. Сколько минимум можно вытащить? А? Сколько минимум можно вытащить? Какой минимум? Тебе зачем? Тебе хватит сейчас. Я хочу вообще тоненький. А, ещё? Да. Ну, делай полмиллиметра, делай. Давай, учись, учись, кстати. Ну, только вот ты сейчас убедись, если ты будешь делать тоненькую-тоненькую, она должна посинеть. Ну, мы посмотрим. Да, да, это... Ну, мы посмотрим, давайте такую операцию проведём, посинеет она или нет. Друзья, эксперимент мы с Ваней проводим. Давай, Ваня, только ты не бойся, точи смело. Вань, когда будешь... Это что такое? А, понял. Давай. Чтобы она круглая была. Да, 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 Ваня, ты прав, Ваня, я знаю. Правее тебя, среди нас нет никого. Ваня, ты очень медленно делаешь. Оточила судовой дом чуть-чуть быстрее работать. Хоть он ленивый, но он работает сюда быстрее, я по себе знаю. О, полмиллиметра. Давай полмиллиметра, Вань. Поставил полмиллиметра? А как ты вычислил, а? Полмиллиметра. О, молодец. А я сказал, что это у тебя где-то соточки 3. Ну, неплохо. Давай, давай, режь, Ваня, не ссать, главное. Ваня, не ссать. Видал, что у нас получилось? Твои 3 миллиметра. Да ты же ушел туда, почему-то взял... А я не этот, не двигающийся. Вань, а я объясню, почему. У тебя вибрация. От вибрации... Держать надо. Да, надо держать, Вань. Потому что от вибрации... Станок-то... Разъем. Разъем. Не говори, Саныч, не говори, какой. Не говори. Люди и так знают. Разбойцован. Разбойцованный станок, представляете? О, какая вибрация! Сейчас опять отвалится. Все он так вибрил. А потому что вибрация. И это самое, стоп, стоп. Стоп, Ваня, остравись. Ты наверняка не по центру резет поставил. Я что-то смотрю, у тебя подкладок до хрена. Вань. По центру. А? Вань. Спорим, я сомневаюсь, что он по центру.